У нас тоже очень жарко Да До сорока? Да, да Тридцать три, тридцать четыре Это так Все страшно Дыши, дыши Ой Только пришел Путик, привет Ты не челкнусь Перекресток Перекресток Суворовка, солнечный Я приехал в театр сегодня Ну, смотрите, вообще Без головы полностью Приехал в театр У меня сегодня с двух до пяти И с шести до девяти Два вызова А еще репетиция с одиннадцати до часу Но там меня не выписали Те, кто участвует в этих двух репетициях Не выписали в утренние Потому что не должно быть Больше двух вызов То есть, получается, три вызова Нельзя Нарушение Ну, нельзя Больше двух репетиций Нагрузка А я что-то не понял И поперся на одиннадцать Пришел на одиннадцать А тут Думаю, зашел в АТБ Купил капусты, курицы И чернослив Я хочу Сделать капусту И маму Как раз будете И приготовлю Покажу свой рецепт Капусты Тушеные Я очень вкусно делаю Ну, как сказать Господи Кочерыжки Я вкусно делаю Мне нравится Я не знаю, как Кому Каждый по-своему Но Мне нравится Так Я взял капусту Хорошо, что взял Потому что мамы Вижу, не мало Лимоны я выбросил Смотрите Из мусорки опять Уже не тут Это просто капец Разрезать эту тушку Спыть Вовсю Дрыхнуть И Вот Сходу Во всю Сону Человека Как я не люблю Вот эти вот Шкуру Слезженую Так Баха Н未遍 Курицы К尖 кольца стоял и прокладки куриния прокладка последний путь и так подурал вахматаны брыта жопы торчит это какая она отсюда не рассказали видеть что-то курица вот этим дырочкой как пестиком строчку я уже боюсь меняться ты так мой смех там всех раздражается страшно можно сушить и что это за куриет вам понять дохли куры машонка курина короче курицу надо ребята вот отрезать обязательно вот эту жопу полностью потому что разбираться где в нее там пукольная веза я не хочу так дальше это я уничтожил дальше вот этот вот как сказать где-то машинка висящие вот она вот этот позже допустим так еще не есть томас базе теперь вот это все я беру обуза вот так отрезаем гадость высшего высшей пробы нету как вы считаете кожу кто будет есть кожу дикари только теперь все подмышками деда вдруг не брита где там вдруг не даст кублы где-то вдруг остались какие-то волосики надо все тщательно пересмотреть дальше я обязательно обрезаю посмотрите вот эти вот вот эти вот колючки вот этих это как вросший коготь дело так его все своего нету и с другой стороны точно другой же все есть теперь режу ее порционно ну как как разделывать курицу вообще очень просто вот берешь и так одну ляху отрезаешь вот потом надламываешь там хрустит вот вот так раз ляшечка теперь эту ляшечку специальном месте можно разрезать пополам складываем это порционно называется детстве называли это пистолетом дальше отрезаем крыльях крыло я делаю пополам тоже есть место разреза правильное теперь вот эту вот требуху отделяем от от брюха вот так прям пополам вот чтоб шея осталась тут а грудка вся вот здесь грудку режем пополам там одна косточка только уходит на одну сторону другая будет без косточки вот видите принципе знаете что я сделаю вот на капусту вот эту часть пополам там где легкие шея тоже пополам вот эту филейную часть кожу я сорву эту филейную часть я маме оставлю она приготовить себе там отварит филе не жирная будет есть а жир я убираю все это в холодильнику такую часть вот две филейки холодильник она капусту идет вот такой вот ножки бодрышки много не надо крылышки кучу капусты побольше было мясом тоже обжираться сейчас знаете не у всех она есть люди злятся что ты ешь мясо разделить его на несколько частей а подальше все вот две филейки куриные у нее это мы замачиваем и пусть немножко с него выветрится вот эта магазинная хрень обязательно ребята капусту надо отмыть и снять верхний лист потому что люди во первых на кассе сидят кассиры перчаток считают деньги берут руками твою капусту берут руками все твои пакеты которые ты ну берешь магазине ты несешь это домой обязательно мыть не кто-то не будет будете будет обязательно теперь вот так две луковицы ребята берут такие я морковь не добавляю потому что морковь когда-то добавляла потом она как-то сладкая и вообще морковка ну что-то я ее перестал воспринимать не знаю не люблю ее в зажарке допустим не в не в перце тушеным не в голубцах то есть не очень люблю морковку там не знаю вот в подливе именно лук с томатом там со сметаной да а вот морковку почему-то на ну какой-то вызывает рвотный эффект какой-то рогалова морковная а так морковка конечно очень полезно ее надо есть обязательно сок с морковки тыква морковь очень полезно особенно в сезон свежие соки из этого не против онкологии против онкологии против всего так это сливаем потому уже сегодня еще до 9 выжать эти репетиции но люди вот все равно это пишут что там вот что-то заработаешь вот иди в шахту так немножко прогреваем кастрюлю вот я ее пустую поставил на огонь помыл трошки и и прогрею вот тем временем шинкуем лук не мелко то есть тут мельчить не надо это не на салат оливье салат который делает наверное все на новый год но не знаю конечно отходим от этого советского советского наследия так сказать естественно оригинальный рецепт оливье был и близко не похож на тот который в советском союзе делали повар оливье был приглашен в прагу ресторан прага в москве там он готовил свой знаменитый салат оливье он абсолютно не тот который потом вошел москвичам новогодний стол настоящее оливье делала моя бабушка она делала его с корнишончиками у нас росли не просто эти овцы у нас росли даже корнишоны были каперсы на крыше росли бабушка высаживала специальная тепличка была маленькая у нас росли каперсы росли корнишончик и маленькие оливки были бабушка их закатывала вместо помидор теперь смотрите вот в эту кастрюлю наливаем растительное масло там где мы ее прогрели да и пусть это масло немножко прогреется сейчас мы к маслу отправим мяско мяско немножко подрумяниться видите как я ребят перерезал пополам с легкими совсем я раньше заморачивался знаете убирал легкие вот эти вот вырезал часть а так не делаю немножко вот упрощенный вариант я раньше очень был брезливый виде и чтоб нет готовится кто-то готовил уху-ху это было не так просто чтоб я у кого-то поел это уже более проще к этому отношусь конечно как поем бывает иногда где-то потом дома лежу чуть ли не доработать это не ли я неправильности продуктов консистенции но неважно в общем сейчас мы закидываем немножко поджарится мясо мы закидываем туда лук закладываем вот и потом будем шинковать капусту и постепенно постепенно туда туда потом немножко сахарка чуть-чуть щепоточку для для вкуса надо соль перец чернослив и томат очень вкусно получается попробуйте немножко капусту с черносливом или просто какой-то копченый даже можно копченую колбасу тоненько там ну колбасу не советовал бы чернослив он копченый то что надо и сладковатость дает кстати добавляю чернослив то не всегда нужно добавлять сахар потому что бывает сладкий чернослив смотрите вот таким вот образом я режу капусту не сильно тонко не сильно толсто вот средняя руками не признаю на терку ничего раньше что я делал брал еще растительное масло брат ставил сковородку и частично нарежу и на раскаленное растительное масло кидаю немножко капусты вот так чтоб она поджарилась но это сильно заморочено это не надо это сильно на все равно получается вкусная меньше она жареного этого но тушится то есть так не делайте как я раньше делал мы по моему даже на видео когда-то показывал как я это делаю нет просто так вот таким вот образом я ее шинку и где-то больше где-то толще где-то это я люблю вот именно так чтобы а это мне еще смотрите вышла вода это на немножко из родичка уйдет и ну поджарится когда начнет поджариваться я добавлю лучка чуть-чуть а пассирую или как сказать ну чтобы мама проснется будет капуста надо чернослив замочить что то количество которое надо чтоб с него ушла вся гадость нас и ребята началось поджариваться я туда высыпаю лук это но с луком пусть немножко растушится вот так поджарится и лук и в этот момент немножко подсаливаем чтобы мясо сейчас напиталась вот солью потом она не напитается вообще капуста кстати очень много берет соли до черного перчика вот и пусть вот так она жарится и погнал уже вот этот смотрите чернослив достаточно разрезать пополам он небольшой а вообще возможно и даже целиком его закинуть уже попозже с капустой смотрите немножко уже лук видите пока лук уже поджарился то есть мы не ждем чтоб он золотился он как будто бы вот видите такой карамельного цвета уже начинает там и релизе карамелизироваться вот и в этот момент у меня все чисто не бойтесь в этот момент я высыпаю капу и трошки добавляю водички водички и прикрываю крышкой она садится эта капуста за минут пять я добавляю остальную капусту капуста должно быть много вот воды туда и закрываем крышкой а потом добавляем чернослив томат остальную капусту пусть она немножко усядется знаете как чтобы она душу отдала кастрюлю чернослив я выкинулся немножко вот так подмешаем шапун распределился туда-сюда он туда по западал куда надо вот теперь этот момент мы еще посолим капусту этот слой теперь сверху выкидываем остальную капусту и трамбуем и закрываем крышку а потом будем пробовать уже на соль на все остальное томаты будем добавлять надо щепотку сахара вот целая головка капусты конечно она усядется вот будет меньше три четверти будет в кастрюле ну сырая вся и уходит пузька спить пузька спить мама спить спить не буду и будете приготовлю красивый голубоглазый мальчик корм есть там у него там мама до мамы хочешь давай ты там мамы привет мам ты давно тут это давненько уже часа полтора давно ты знаешь когда я себя деляла пол восьмого утра а то есть ну да сидела смотрела все кино хорошее было включено пока не додавилась ух ты не красивый на телевизоре можно сделать функцию что он в десять часов будет выключаться и все и включаться так как я не включал ну как это так ну ты нормальный человек вчера включила зараза и пиздновато включила понимаешь ну не включай включаю чтобы не дивиться а это попало на хорошее кино понимаешь вот это странный человек а что она готовила каже проснулась и давай готовить что готовы пустый пакет принес ты же собираешь пакеты я не собираюсь я оттуда ложу бачу нема ничего на мусор если нам вон она из магазина беру о капусту тушишь а щемки с курицей вам купил я купила тебе смотри вот тут я тебе поставлю с мамой тоже есть но поняла но если будешь готовить возьму все вот это от курицы хорошо я поняла спасибо капуста хорошую вещь ты делаешь я люблю руку а запустила все же моя да 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 все же я разберусь голову что со мной на это вождение проходишь ты мне давно не рассказывал вот все время за ремонт и балакаю а вот за вождение я уже больше тридцати раз всего больше тридцати уроков ну и где ты ездишь в основном по городу по всему по центру где скажет да везде мам и левый берег и правый и грень и ирпень и шо хохот и кола мэна буваешь и кола тебе и улица мы паркуемся и заезжаем и выезжаем и разворачиваемся и задом и передом везде и на стоянке на парковке такая парковка и такая везде полностью разные ситуации разные эти везде хвалят или хвалят или молчить нет он говорит что ты молодец что ты ездишь очень хорошо очень хорошо такое впечатление что ты всю жизнь ездил как профессионал ты едешь как профессионал молодец я рада у тебя сына и паркуешь быстро и я смеяться хочется что смеяться ну радоваться и паркуешься быстро говорит радоваться салека он не кручусь нога и то еще садится оце поспала лягла позвонила нацке ну или отдыхаешься сейчас не звонить кажу манев я ляжу отдыхать а нацка а так скажу так я не прихалакаю так и так подивился как андрей там делаю внизу вот это наверное что убивал балакали вы где расположить спальню вот это не на игре не читайте скуплявся брал там шпаклю ну то что тебе надо для ремонта поможете на игре не купил то не на игре не а а было написано на игре не что-то не на игре не что-то принимаю ману магу садди помилый заглавие надо же дивиться не только заглавие читать эти дивились тебе вопросов таких не было что ты там есть между прочим все убрано между прочим я все убрал до мойку все сложил подмел капуста же была раскидана но все все бачишь ну ты у меня капусту брал мам я покупал все купили я ж не знаю что тебе есть и курица есть и тело но я не знаю что я буду тебе обворовывать так что обворовывать правда что-то что-то и филе есть у меня и курица и тело и бани его якуна воли не чешось так вот так и теперь если в холодильнику все я не без мяса рыбу сегодня делала секунду и попалась это кусочек нам дай сторону сторону знаете как мы добавим добавим сюда воды вот это весь томат я добавлю влеваешь восьми не хочешь улыбой как-то дело так делали воды из болты хали туда я уже так и сделаем да без кислый ну а мне не написали все шума добрать были свете звонили бачили как они там бочку сделали и туда на террасу вынесли думаю может она в них прокласилась люди звонили а сразу холод нельзя и звонили и она парикмахерская была под каретиша а пистрилилась и хватишь там знаешь хорошо света какие красные махи когда гипноз это мусор банку мусор я не буду таким на себе на томат смотри это мы размешиваем вот можно томатную пасту можно томатный сок пол литра баночка можно грамм 400 300 рублей томатного сока если вы делает принципе люблю с пастой ребята смотрите капуста принципе практически готова она видите у меня такая как в жидкости но она не тонет жидкости вот она так видеть как протушена как немножко есть как соуса вот на дне она не то что там плавает воде она видите как вот мясо очень хорошо приготовилась можно посмотреть как она от кости все отстает на вкус я сахар не добавлял получилось очень вкусно из-за чернослива я уже пробовал тут еще раз поесть не успеваю полчаса до репетиции то что я люблю все выключаю вот она когда настоится на даже очень вкусная холодная это капуста попробуйте понравится